Причем, что интересно, что с юридической точки зрения, что с точки зрения естествознания. Мы знаем, что законы природы. Все законы работают как законы отрицающие. Они никогда ничего не предписывают, они ничего не сообщают как некий факт. Они говорят о том, чего не может быть. Они как бы неприменимы без граничных условий и так далее. Здесь же нам предъявляется именно в качестве закона, допустим, перехода количества в качество, нечто действительное. Не отрицательное, а нечто положительное. И поэтому он не является законом, потому что мы не можем указать, а где оно не работает. Да, оказывается, что законы всегда отрицательные. Отрицательные, да. Допустим, уравнение движения. Оно говорит, что не может происходить движение, кроме как... Вот так, как описано. И задается бесконечное количество стратегии, без предложения начальных условий, без указания, какие там естественные условия не работают. Он просто запрещает все, что... Не просто запрещает, но он указывает, как именно будет происходить движение. Запрещая все остальное. Закон сохранения энергии говорит только то, что невозможны процессы, в которых он будет нарушаться. Вот. А закон перехода в количество в качество ничего нам не может запретить, потому что куда бы мы ни посмотрели, там будет вот оно, оно и будет. Есть, есть, ну это чисто постпозитивистские исследования, там Поппер и компания, которые логически исследуют содержание вот закона какого-нибудь физики, того же закона движения. И показывают, что если мы берем сам закон, то он действительно просто как бы вычерчивает некий сектор возможного, а все остальное объявляет невозможным. То есть вот, ну не может, допустим, в гравитационном поле Земли, да, не может частица сама по себе двигаться, не знаю, по прямой. Она должна двигаться либо по параболе, либо по гиперболе, либо по кругу. А уж какая конкретная траектория будет зависеть от начальной скорости, от массы и так далее. Ну вот, допустим, она вот так отчертила. Уже здесь же забавная вещь есть, на самом деле, слово закон-то возникло первоначально в человеческой практике. Так запрещают. Нет, люди жили, как бы, да, придумали законы полиса, допустим, да, назвали это законом, а потом перенесли, что на самом деле мир тоже точно такой же полис, как бы, и у него тоже какие-то такие свои другие законы действовали. То есть, на самом деле, тут интересно, как бы, это переверточное такое, что слово закон, которое мы используем для природы, это метафора. То есть, изначально никаких таких слов, ну, это как бы любопытно, что мы взяли его из нашей практики. Наши-то законы человеческие, они же могут нарушаться, там, и поэтому это, так ты говоришь, что закон всегда запрещает. Это на самом деле чисто... Ну, мы говорим о физических. Мы говорим о физическом смысле, почему бы не называть закон или то, что просто утверждается. Нет, 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 мы говорим, что есть закономерность, которая написана, формула, да, вот закон Ньютона. Ты можешь называть его не законом, а как угодно, но он все равно носит запрещающий характер. Это может быть любое утверждение, оно... Нет, 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 Булак, я приведу хороший пример. Вот, в развитии соображения Антона. Есть закон естественного отбора, якобы положение. И вот Поппер рассуждает, что естественный отбор ничего не запрещает, и поэтому не может считаться законом. То есть, что бы ни произошло в природе, он его объяснит. А это с лицей естественного отбора. Поэтому это законом считать не будет. Вот закон сохранения энергии запрещает, он сказал, я скажу, вот должно произойти так и так. Нет, это противоречит закону сохранения энергии, значит, его быть не может. Я говорю, в природе произошло так-то и так. Я говорю, это потому что действует закон естественного отбора. Естественного отбора не накладывает ни на каких ограничений. Какой бы эксперимент? То есть, мы захотели провести эксперимент для того, чтобы подтвердить закон сохранения энергии. Мы проводим эксперимент, мы думаем, да, вот действительно, вот это нарушает, а это не нарушает. Захотели провести эксперимент по эволюции. Предсказали, что будет А-результат. А-результат согласно закону, в кавычках, закону естественного отбора. Получился Б. Разве Б противоречит естественному отбору? Естественно, не противоречит. Он также получился естественного отбора, потому что иначе быть не может. Он естественно отобран. Нет, можно было бы гипотетически представить ситуацию, что у нас есть закон, который именно утверждает. Вот он говорит, вот будет так. И он бы точно так же был бы верифицируем. Но проблема в том, что всякие законы у нас как бы носят всеобщий характер. Мы хотим, чтобы он распространялся на, чтобы у нас был один закон на все случаи. Понимаешь? А раз он всеобщий, то чтобы из него получилось какое-то конечное, окончательное положение, что должно быть так, надо приложить к нему еще какое-то частное положение, то, что называется начальными условиями, то, что называется граничными условиями. Ну, например, можно назвать законом, что природа закономерна? Вот это утверждение можно назвать законом? Нет. Потому что у нас... Вопрос есть по естественному отборе, о переходах количества в качество и прочее. Это из этого разряда, что природа закономерна. Это некое утверждение, можно не назвать его законом, но оно такое же утверждение, утвердительное. Мы его как опровергли? Вроде как до сих пор... Нет, нет, это важно. А в плане может быть, что природа на самом деле не закономерна, но мы в своей установке, что искать закономерность, мы искаем только то и схватываем, что закономерно, а все, что не закономерно, просто ускользает от нас. Давайте закольцуемся опять на диалектику, на мифы и закончим. Очень часто можно встретить в каких-то обсуждениях, скажите мне, что такое диалектика, чем занимается диалектика, что такое диалектика. И при этом подразумевается, как в нашем споре проосознание, что это что-то одно. То есть всегда нужно спрашивать, а что такое диалектика Гегеля, что такое диалектика Платона, что такое диалектика того же на философском штурме Михаила Крачева. Это разные диалектики, одним термином называются разные понятия. Поэтому рассказать, что такое диалектика, я не знаю, я не могу. Диалектика и до смерти. Поэтому это тоже один из мифов, что есть какая-то единая диалектика, о которой можно рассуждать. А единая диалектика и есть единая диалектика? Но это же тоже одинаковый вопрос. У меня есть слова, есть термин с одним значением. Вот есть термин кресло, у него одно значение. У стола два значения, есть стол вот этот и есть стол адресный. У слова коса три значения, у слова физика одно значение. А у слова диалектика несколько значений. Дело не в слове, на самом деле. Почему физика одна? Так случилось? Нет, потому что на самом деле есть предметное поле, которое всем понятное. Как и в этом предметном поле. Мы изучаем знание вокруг этого предметного поля, которое для всех более-менее однозначно. Школьные учителя, которые собираются на своей импровизированной конференции, я приверкаю в теорию относительности, с тобой не согласны. Она более-менее... Понимаете, потому что поле это есть одинаково. Так вот, проблема просто на философике, потому что диалектика это, на как бы, личное относительное философико, что такого поля нет единого. Вот что проблема. Мы не... Мы не... Мы говорим о чем? Понятно, о чем мы говорим. Нет, было. Оно могло бы быть. Могло бы быть. Ну, допустим, такой вариант, что... Ну, нужно... Можно, чтобы придумать какую-нибудь... Взять философскую теорию, в которой есть... Вы этот термин, то есть пользуется только в этой теории. Мы все прекрасно понимаем, о чем идет речь. Ну, я у меня сейчас в голову ничего не могу. Нет, ну, почему у нас нету много математики, у нас нету много физик, у нас нет? Ну, потому что так сложив... Нет, нет, я не считаю так. Я считаю, что предмета в философии нет. Определенного, четкого ясного. То, на что можно было радоваться. Мы должны сделать вывод, что любой термин философии много значений. Да. Я считаю нет, есть термин... Сейчас придумаю, давайте придумаю термин какой-нибудь, который... Нет, вот есть... Пространство? И пространство? Мне кажется, вот... И форму можно... Нет, есть, допустим... Есть, допустим, структурализм, такое как бы движение, да, он же тоже как бы структурализм того, структурализм всего, то есть структурализм есть в литературоведении, структурализм есть в антропологии, еще где-то, то есть есть некий набор методов и подходов, вот, есть некий набор как бы идейных конструкций, вот, которым они следуют. Может быть, это даже лежит не на уровне каких-то понятий, да, а на уровне каких-то невысказываемых предположений, некое единство. Может быть, с диалектикой так же, понимаете? Здесь получается, что иногда сталкиваешься с людьми, которые совершенно несовместимы. Некоторые говорят, это диалог, это обсуждение, а некоторые говорят, это работа с противоречиями. Некоторые говорят, что диалектика полисубъектна, принципиально, а другие говорят, что диалектика моносубъектна. Это уже разные методы, и о разном они говорят. Вопрос. Да, сейчас, подожди. Диалектика Аэропа и Гестадин, это что такое? Да, о чём вообще? Это образ. Это у Гегеля и у Кожева. Что он, Кожева, не представляет? Ну, это у него феноменологи духа. Сознание проходит ряд этих формообразований. Это одно из формообразований. Сознание. То есть сознание, это когда два самосознания вступает в взаимную борьбу, то если одно самосознание побеждает другую, вот тогда образуется, что одно сознание играет за господином, а другое самосознание ему подчиняется как раку. И возникает новая форма существования сознания, в виде господина, либо раба. Из него потом следует, причём там люблю худо, что именно рабское сознание даёт движение, даёт развитию, а не господство. Оно как бы поражает знания. Всё. Причём Гегель, он не назван там, наверное, диалектикой. Может быть, опросить людей, кто как относится к диалектике. Любишь ли ты, Игорь, диалектику? Люблю. Люблю, да? Хорошо, Александр, а вот вы у нас, может быть, самый как бы человек солидный. Застали больше времён. 75 килограмм. Ну, я имею в виду. О, блин. В возрастном плане. Вам должно быть виска? Я вот попытался узнать, что такое диалектик, это слово, значит, мне не ответили. Поэтому как... Недоработка. Недоработка. Ну, если есть две версии, если диалектик через речь перевести, а может, во-вторых, диалектик, в смысле, двуречи, как бы два и две речи. Не одна речь, а две. Двуречи. А между речи? Две это два первое, да? Да, да. Либо два, либо через. И это два понимается двояко. Либо это диалог, выяснение каких-то философских представлений, понимание через диалог, через спор, через дискуссию, диалектика. Некоторые так понимают. Либо два, это отношения между противоположностями. То есть, когда мы рассуждаем о противоположностях, доводим их до противоречия и делаем какие-то спекулятивные заключения этих противоречий, тогда считается, что мы рассуждаем диалектически. Хорошо. Анатолий, вот есть ли все-таки действительно противоречия реальные в мире? То есть, существует ли в мире противоречия? Ну, как сказал Александр, диалектики нет, быть не может. А если мы, то это только спекулятивные. Так, уходите от ответа. Запомним. Стас? Законы отрицательные или положительные? На мой взгляд, конечно, законы содержат, если брать законы физики, как отрицание, так и утверждение, положительное утверждение. То есть, уравнение движения содержит не только запрет, он содержит положительное утверждение, как именно, так сказать, должно... Человеческие законы есть, если они убить, они... Ну, согласен с тобой. Вот, на самом деле, это слабость помпера, потому что сами понятия, в которых сформулировано все, что есть там тела, есть движения, массы, это же все утверждение некоторое. Антон, мы не произнесли самую заветную фразу при этом рассуждении про законы, что отрицательность законов является демокрационной линией, которая определяет, есть ли закон это или нет. То есть, если нет отрицательного, то мы не можем говорить о законе. То есть, закон, естественно, создает что-то положительное. Но если он содержит только положительное и ничего не запрещает, то мы не можем сказать, что это закон. Это просто некое позитивное утверждение. Утверждение природы закономерно. Оно ничего не... А кто будет утверждать, что все закономерно, что нет, ничего не закономерно. Если есть способ... Но это же не закон, может не сказать, что это закон. Есть ли способ увидеть, что она не закономерна? Есть. Может, просто не знаю. Мы считаем, что что-то закономерно, смарт-то само 향гания о сторону мы пытаемся считатьonta им Aristotele Production привел пример estresell whan 27 в Evan закономерно нет Нет. Но не закономерность, а там закономерность. Да, то есть мы как раз там увидели, что даже там, где мы не видим закономерность, закономерность есть. То есть у нас закономерность всегда будет, получается. Ну, получается, что так. Природа для нас была закономерна, и это на самом деле... На это мы настаивали. Если мы найдем незакономерность в природе, мы объявим эту закономерность. Да, я понимаю. Поэтому это наша установка, на самом деле. Неприятный закономерность объявлена. Очень часто в диалектике возникает спор по поводу диалектического мышления, является ли это неким эксклюзивным мышлением, доступным единицам, или это обычное мышление и способность к которому обладают все, даже бухарка или торговка на базаре. И когда я утверждаю, что это действительно эксклюзивное мышление, мышление творческое, единиц, на меня нападает, что ты на забытого держишь. Ну это совсем не в духе диамата, потому что я недавно видел набор роликов, где собираются что-то типа пролетарского университета, там профессор какой-то рассказывает про... Да, 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 он так. Вот, и это же как бы, ну, образование, образование трудящихся, да. Для массы, да, для массы, школы обочиня молодежи, да? Да, 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 как-то так. Ну, если же человек, мы встречаем Попова, живью. Олег Попова. Но в конечном итоге, конечно же, я был диалектиком, начинал свое философское образование именно как диалектиком, диаматчиком, вот, долго-долго изучал Гегеля и считал, что вот на этом пути действительно возможно что-то, но в конечном итоге немножко выпало в осадок и превратилось как бы в некую основу, которую осуждать, в принципе, бессмысленно. Она вот есть что-то, да, но говорит, что я мыслю диалектически, я сейчас вскрою противоречия здесь. Ну, если есть задача это делать, то нужно это делать. А утверждать, что все мое мышление вот так вот строится и декларировать на каждом своем этапе, что здесь есть какие-то вскрытые противоречия и как-то они разрешены, я думаю, что, ну, как-то не получается сейчас. Сейчас бы я себя не отнес поверхности диаматой подавно, ну, и так диалектик, хотя, наверное, Гегеля это. Хочется сказать клуб анонимных диалектик. Да, клуб анонимных диалектик. Нет, я в частности отвечаю какому-то комментатору, который постоянно упрекает меня не в диалектичности. Хотя бы, ну, после ролика. Александр Владимирович, а если вы уже ищете диалектики, то не стоит ли поставить под вопрос развитие? Я так как раз на самом деле могу защитить диалектик. Да, давайте. Так я все руками за. Я не против диалектики. Подожди, давай Евгений вот. Так что не надо под вопрос. Развитие какое? Вообще развитие, к которому все молятся и поклоняются. Ну, оно же есть. Ну, по сути, оно есть. Да, но чем оно является? Это не более, чем умножение сущих в пространстве трансцендентального. Ну и что это помешает? Ну, в смысле, что это меняет? Это как поточное производство зажигалок, допустим. Ну, а постепенно они превращаются в керосинки, в газовые горелки, вот, и в доменные печи, да? Да, и в трансцендентальные производства сущие. Да, ну и понятно, то есть... То есть никакого развития, по сути, нет. Да, нет, это и есть развитие. Это умножение сущих. Нет, умножение сущих называется развитие. Умножение сущих в пространстве трансцендентального есть развитие. Да. Это правильно, да? Можно оттоготь, почему есть нечто, а не ничто. Не раньше. А во второй вопрос, почему нечто именно в том направлении движется, например, это биологическая эволюция, а не вообще стоит на месте. Развития не было бы... Потому что сотворение пришествовало сбой. Развитие... Нет, это не было бы сотворения, это куча-куча предположений. До всяких, без всяких предположений, если мы вопросом что-то... Почему есть нечто, а не ничто? Нет, вот все переводит, а не развитие. А второй, почему это нечто, не просто нечто, вот, как у камня лежит, и это вещи движется? Почему нечто движется? Почему куда-то пошел и начал развиваться? Просто нет, почему нечто движется? Биологическое, например, какое-то это развитие. Почему вообще развитие, почему есть оно? Развитие мы фиксируем эмпирически. Нет, ну как... Мы не можем. То есть вот скажем... Каком моментом умножаются... Почему умножаются? Вот движение этого мобильника, да? Оно движется, это движение, да? Мы можем сказать, что он был в этой позиции, я вернул в эту позицию. Потом опять в эту позицию. Оно воспроизводимо и обратимо. Вы понимаете движение как трансляцию? Нет, 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 без разницы. Я просто, я эмпирически говорю. Эмпирически. Вот есть движение, не погибли. Вот. А потом мы возьмем сейчас... Вот это. И вот это. Да? Вот с левой, в левой руке лучше? Без разницы. Лучше или хуже. Вот из этого потом получилось вот это. И вернуть назад это уже нельзя. И вот это, вот момент существования, вот когда... Не, но в области трансцендентального это все равно останется. То, что в левой руке останется. Причем навсегда. Да, да. Но в любом случае... То есть вот мы можем констатировать развитие. Сохранится там неизвестно. Да, мы можем констатировать, что некая траектория между двумя этими сущностями. Есть, да? Некая траектория. И эта траектория отлична от вот этой траектории. Отлично. Значит, есть эмпирическая... Значит, как бы мы это ни называли, мы должны это объяснить. Мы должны это описать. Как бы мы... Только диамат объясняет. Вот. А диамат нам это вот говорит, что тут некое, чтобы боролось с чем-то. Да, противоположность. Если этот конец телефона боролся с этим концом, потом получился... Это профанас. Это так. Посмотрите, есть известное замечание, что противоречие как бы движет вперед. Вот так. Ну, там есть, да. Есть, конечно, да. Нет, ну, логично. Логично, вполне, да. Мы встречаемся вот тогда... Нет, ну, смотри, вот были там противоречия между двумя странами. Они как бы воевали, убили друг друга. Нет, нет, они воевали и в итоге поняли, что война это глупо, договорились и так. Нет, подожди, подожди. Но если... Ну, если апокалипсис случился. Вот тебе как бы... Росли, росли ослепы. Может случиться так. Но он и случился. У Гегеля, на самом деле, вот когда говорится о диалектике господина Роба, у него же тоже говорится, что борьба двух самосознаний может кончиться тем, что каждый идет на смерть другого. Оба умерли, ничего не изменилось, ничего не случилось. И потом говорит Гегель, что каждый в самосознании понимает, что выжить – это тоже важно. И тогда одно как бы... Тогда возникает такая как бы вещь, что... Одна из этих из... Из этих следствий, что... Например, такое следствие, что одна становится господина на другую. Оба выжили, выжили. Одно победило, да, как бы другой пролетового. Потом другая будет весь, где... О, как бы там... Это дальше скитицизм, там, стекцизм и прочее. Ну, просто сам факт состоит, что как бы вот... Все-таки, как бы, может, диалетику не ругали, как бы... Есть тут какое-то зерно, на котором можно... Которое произносит цветок, а вот подает... Почему всегда вот так случается, что как бы возникальники противоречия, а они потому, что потом скачкообразным образом нам дают какое-то новое развитие. Это же есть же, это же есть в реальности. И диамат это вот фиксирует. Как бы Энта, на самом деле, не отнять у него. Неважно, каким он это... Ну, это не диамат, это Гегель все-таки. А диамат, ну... То есть, все, что ввел диамат помимо Гегеля, ну, не обладает позитивным. Но они, на самом деле, конечно, говорят, что это Гегель. Вот это как-то странно. Они поставили Гегеля на ноги. Мы говорим про диамат, мы говорили про Энгельса, а где же Маркс наш? Вот тут. Не-то сложно, да? Вот с Марксом... Ну, если брать... То Маркс-то живее всех живых, как я понимаю. Да, маленький кусок из капитала, в котором действительно, как бы, можно проследить диалектический метод Гегелевский, да, когда появляется вот это... Должно уменьшаться приваточная стоимость, там, здесь увеличивается стоимость должна. Значит, должно быть какой-то переход, и вот что-то там получает. Я же дословно не помню. Есть пример такой. А вот дальше мы ничего не можем про Маркс и сказать, кроме некоторого фрагмента в капитале. Ну, и таких абстрактных заявлений на уровне диамата, скорее всего, которые писал Энгельс уже, а не Маркс. Нет, ну, а ты здесь о Фирбахе, который больше всего, это, собственно, и абсурд дали там в нашей эссе, в австалитской эссе, о том, что другого философа до сих пор, объясняли мира, а вопрос стоит о том, что было изменение. Ну, это касается диалектики, да. И потом, например, о том, что практика является... Ну, в этот момент, когда противоречие опрокидывается вегет. Нет, практика является критерием истины. Это, опять же, Марксовская позиция. Ну, да, да, но это не диалектика, то есть это не имеет отношения к Геге. Нет, ну, это серьезная, на самом деле, позиция. Ну, серьезная. Я, например, долгое время, много что философских всяких тоже учений там, перечитал, пережил, как бы, да, вот для меня, на самом деле, что практика критерий истины, это, на самом деле, серьезное утверждение. Вот оно звучит просто, как бы, ну, на самом деле, действительно, надо всегда исходить из того, что не какие-то там подтверждения опытные, а именно практика. Вот она определяет, как бы, это подтверждается нечто, как бы, или не подтверждается. Потому что какие-то частные, там, опытные подтверждения могут быть лукавыми. Чем практика от опытных подтверждений отличается непонятно? Ну, что есть, я имею в виду, что, как бы, некая целокупная. Как казалось бы, в практике нужно противопоставлять некую теоретическую достоверность. Нет, я не в нее поставляю. Я имею в виду, например, общая теория относительности, да, там, есть же, как бы, какие-то опытные данные, как-то, да, да. Нет, ну, науку вообще тут, мы же при философии говорим, что философия должна проверяться на практике, ты говоришь. Но если никакой практической технологии сделать нельзя, значит, как бы, для нас это, как бы, остается просто теоретизированным. Ну, философия такая, есть такие практические. Нет, ну, это собирается на лицо. Но опыт этот ты взял, что-то проверил на опыте. Ты предсказал, это повторилось, не повторилось. А практика эта, значит, что ты взял и добился в жизни успеха. Применил как-то там что-то там. А если ты успеха добил, красавица, жена и новый авторопейн, то это значит... Успех – это прагматизм. Это прагматизм. Нет, имеется в виду, что ты настолько знаешь, как бы, это, некую область, да, что можно сделать телепорт, камеру, там, построить машину, здание и так далее. То есть, вот это означает, что мы, в общем-то, имеем знания, да, настоящие. Проверенные знания. Если мы возьмем на уровне теплорода физику, да, и начнем сделать там какие-то приборы, и они будут работать все равно. Знаем мы про теплород, не знаем про теплород. Вы скажете, вот поскольку приборы работают, поскольку вот это что-то... Какие-то будут работать, а какие-то нет. Ну да, ну допустим, пока мы... Ну те, которые мы можем построить... ...вот заработать, и мы не говорим, что они подтверждают теорию теплорода. Но практика же не какая-то честная. Нет, нет, практика нормальная, практика. Я понимаю, как со временем, как мы видим, что практики не работают. Не включается. Ну мы же как бы... Не надо путать все-таки там научную теорию и философскую. Потому что с научной все понятно. Вы как бы примеры в работе со временем. Ну да, да, да. Не противопоставляю. Я имею в виду, что недостаточно только опыт нам о проверке. Ну практика, если у тебя теория построила столовка, а красавица жены нет и... Да, да. Ну это у Игоря такая практика. Нет, если в этой философии, то вообще... Если некоторое утверждение... Второй тропательный момент за сегодня, да. Если некоторое утверждение... И когда ты идешь на детскую площадку и думаешь по художнику. Если некоторое утверждение возможно подтвердить на практике, проверить на опыте, то оно не является философским. Вот и все. То есть это вот такой отсек. Что является философским? Это вопрос отдельный. Мы не можем его еще сказать. Если мы можем его проверить, оно не является философским. Почему? Оно является научным. Потому что... Не, не. Александр хочет... Очень строгую линию. Александр хочет, чтобы всю философскую мусор на ведро, чтобы она не вылетела оттуда никогда. Ну почему? Ну не приведите мне хоть одно философское утверждение, истинность которого была подтверждена на практике. Нет, ну как бы есть же внутри. Бытие есть, не бытие нет. Было. Понимаете? Вот это лукавство. Субъект-объектное различие. Нет, это лукавство, когда вот я, ориентируясь на какие-то идеи, добиваюсь успеха. Да, на эти идеи ориентировалось сто, тысячи людей, но я только добился. Нет, я имею в виду, смотрите, вот субъект-объектное различие. Это на самом деле различие-то ведь опытное. Почему опытное? А, ну, здесь, это не тот опыт, это не тот опыт, это не эксперимент. Это не эксперимент. Поэтому я согласен, что надо отличать все-таки. Есть какой-то внутренний опыт в философии. Нет, на практике именно, ну то есть опыт имеется в виду, то есть да, мы можем говорить о философском опыте моего мышления. Мы даже можем говорить, да. Нет, я имею в виду о прагматичном проверке. Вот я, например, я написал некоторое утверждение, дал другому, он пошел ее проверить, сказал, да, оно истина. Значит, он не философский. Сергей, но вообще на самом деле ведь речь тут о практике должна вестись в каком ключе? Задача не в том, чтобы узнать истину и проверить ее как-то или не проверить, а задача в том, чтобы сделать вот это бытие, там, не знаю, социальное или еще какое-то у Маркса, экономическое, истины. Мы должны мир изменить в сторону истины. Философия здесь прищет. Вот философия Маркса говорит о том, как это надо сделать. Она сообщает, каким должен быть истинный мир. Практика должен взять власть. Да. Но это же не философия. Нет, это как раз философия. Он говорит, что философия должна не заниматься тем, чтобы не объяснять, а менять. Вот о чем речь. То есть эта практика, она подтверждает не в том смысле, что она подтверждает истину, а подтвердилось, все хорошо. Практика не так понимает. А она как бы подтверждает... То есть если природ сопротивляется, значит это истинный мир. А лучше даже так, если ты как бы что-то делаешь, то теория, практика подтверждает теорию. Теория заранее верна. А если кто-то не согласен, то подтверждает. Не-не-не, вот так вот. Теория должна подтверждать практику. То есть вот ты что-то делаешь и нужна теория, которая... Ну обычно так и есть. Да, обычно так и есть. Ладно.